Патинка вернулся на экраны с первым эпизодом второго сезона, который в основном сосредоточен на напряжении и страхе в Осаке 1945 года во время Второй мировой войны. Отношения к корейцам в Японии того времени и параллели в борьбе Сунджи и Соломона спустя 40 лет. Первый сезон был высоко оценен. Давайте разберем первый эпизод второго сезона и выделим главное. Вот объяснение концовки первой серии и второй сезона Патинка. Предупреждаю, это видео содержит спойлеры. Я разберу видео по персонажам, так как в нем много разных сюжетных линий. Сунджа. В 1945 году мы видели, что Сунджа боролась за жизнь в трущобах. Киоск, показанный в финале первого сезона, шел хорошо, а девиз «Вкус дома» привел к успеху. Однако запасы заканчивались, что снижало ее доход, из-за чего она и дети голодали. Вдобавок ее муж Исаак был арестован и сидел в тюрьме, что еще больше усугубляло ситуацию. В начале эпизода стало ясно, что сюжет сосредоточится на грядущих бомбардировках Нагасаки и Хиросимы. Две бомбы, сброшенные на Японию во Второй мировой, унесли жизни от 110 до 200 тысяч человек, по разным данным. Также бомбардировка Осаки в июне 1945 года, как сообщается, убила 10 тысяч мирных жителей. Листовки с американских самолетов предупреждали, если Япония не сдастся, будет хуже. Сунже было трудно в это поверить, ведь для нее и ее семьи все уже было на пределе. Помимо того, что Исаак сидел в тюрьме, выяснилось, что Юсеба призвали на оружейный завод в Нагасаки. Это почти наверняка означает, что он пострадает или погибнет, когда в ходе сезона сбросят бомбу. Господин Ким играл важную роль в начале эпизода. Он купил кимчи у Сунжи и общался с Мазасу. Мазасу сказал, что ему казалось, будто господин Ким какой-то шпион, что в итоге оказалось правдой, но не во враждебном смысле. Но об этом чуть позже. У Сунжи был важный разговор о трудностях быть женщиной, матерью и кореянкой. Ее жизнь показана как постоянная борьба, которую ей приходилось вести на разных фронтах. Это и привело ее к работе на черном рынке, где она делала рисовое вино на продажу. Это было незаконно, и если бы ее поймали, ее бы арестовали. В итоге так и случилось, и ее забрали. После ареста мы услышали разговор задержанных о том, что они хотели старого судью, так как он был справедливым, а молодой – нет. Тут вошел молодой судья, спросил имя Сунжи и сказал, что она свободна, но чтобы впредь на удачу не надеялась. Это вызвало вопрос, почему суровый судья так легко ее отпустил. Но вскоре все прояснилось. Ген Ким ждал ее с машиной, и когда они приехали, вышел Хан Су и рассказал, что Ким работал на него годами, приглядывая за Сунжей и ее детьми, обеспечивая их безопасность. Хан Су избавил ее от обвинений и тюрьмы, вероятно, благодаря своему влиянию. В их разговоре мы увидели материал из начала эпизода, который был в коробках. Тонгстон, используемый в ракетах и оружии, лежал на столе. Это побудило его рассказать Сунжи о неизбежном падении бомб. Зная то, чего не знали другие, он хотел увезти Сунжу и детей в безопасное место. Но Сунжи отказалась покидать Осаку, ожидая возвращения Айзека из тюрьмы. Хан Су удивился. «Ты правда о нем заботишься?» Что-то показывало его ревность к ее любви к нему, думая, что это не помешает ей уйти. Хан Су выглядел искренне расстроенным, что она не едет с ним. Думаю, он так просто не сдастся. Полагаю, Сунжа поедет в деревню. В трейлере второго сезона был кадр, где она там, над ней летят самолеты. Возможно, Хан Су использует влияние, чтобы вытащить Айзека из тюрьмы, если это решит, уедет ли Сунжа. В линии 1989 года была одна сцена, которая особенно меня тронула и, думаю, имела большое значение. Это контрастировало с кадром, где Сунжа идет на черный рынок, будучи на дне и не зная, что делать. В 1989 году мы видели, как она смотрела на дверь потинка, где шло празднование. Глядя на оживленность, она улыбнулась, но затем ее лицо приняло задумчивое выражение. Это словно символизировало жизненный путь Сунжи, и теперь она оказалась в точке, где могла оглянуться на трудности жизни в трущобах по сравнению с тем, что было перед ней. Однако вскоре она столкнулась с расизмом и дискриминацией в магазине на заре нового десятилетия, в 1989 году. Это показало, что хотя ее жизнь изменилась к лучшему, менталитет некоторых людей остался прежним. Соломон. В 1989 году мы видим, что неудачная сделка из первого сезона все еще преследует его в поисках инвесторов. У него осталось денег на три месяца. Соломон – персонаж, олицетворяющий тему власти в шоу, которая у него всегда была. Однако этот первый эпизод показал, что он не только боролся за доверие людей и поддержку инвесторов, но и сам сталкивался с дискриминацией. Эта борьба за власть меняла его характер, превращая в другого человека. В этом эпизоде были параллели между молодой Сунжей и Соломоном 1989 года, особенно в их борьбе и нахождении на самом дне. На встрече Соломон сказал «В Токио 11 миллионов жителей, но он все еще похож на деревню». Шоу сравнивало борьбу Сунжи за выживание в 30-40-х годах с попытками Соломона выбраться из тупика. По мере развития эпизода мы узнаем, что отец дал ему 100 миллионов, веря в него, а также Тецуя вернул ему 200 миллионов в благодарность за доброту в прошлом. Однако в итоге Тецуя отозвал предложение. Абиссан не доверял Соломону, а сделка из первого сезона все еще висела темной тенью. Это и вызвало его вспышку гнева на продавца в магазине за дискриминацию его бабушки. Интересно, что он упомянул деньги, которые когда-то заработал, сравнивая себя с оппонентом в вопросе чувства принадлежности и власти, за которую он так отчаянно цепляется. Соломон на дне в этом сезоне, без цели и чувства принадлежности, так что будет интересно наблюдать, как он пытается найти себя и свое место в жизни, обрести новую цель и идентичность. Ной. Ной – персонаж, который уже очень заинтриговал меня в этом сезоне. Мы видели, как его высмеивали за то, что с ним жили корейцы, которых другие студенты называли свиньями. Кроме того, мы видели, что он не раскрывал весь свой потенциал в классе. Мы слышали, как он говорил, что учитель просто стоял и позволял издеваться над ним, хотя на самом деле казалось, что учитель сам немного жил в страхе, потому что скрывал, что он кореец, но раскрыл это Ною. Мы слышали, как Ной говорил, что хотел остаться в Осаке, хотя учитель считал, что ему суждено добиться большего, и что его ум поможет ему выбраться из трущоб. Но, как и Сунджа, он ждал освобождения отца из тюрьмы, не желая, чтобы тот чувствовал себя брошенным. Интересно, что Ной читал приключения Тома Сойера, показывая жажду приключений в своей жизни. Но тяжесть заключения отца и издевательства, которым он подвергался конец, вероятно, ограничивал его потенциал. Думаю, в этом сезоне мы увидим настоящее развитие персонажа Ноя. Мой отзыв. Первый эпизод второго сезона был сильным. Он отлично запустил сезон, естественно вернув нас в мир и позволив начать в другое время. Прекрасно в этом шоу то, что обе временные линии в первом эпизоде были одинаково захватывающими, и не возникало острого желания вернуться к другой, потому что они обе очень увлекательны и затягивают. «Бомбы на горизонте» — это фон для всего и основа решений в линии 1945 года. С точки зрения стиля, а не сюжета, это шоу просто глаз радует и отлично передает атмосферу восьмидесятых. Эта зернистость и цветовая гамма прямо в точку. Что касается игры актеров, тут нет слабых звеньев. Все персонажи сыграны отлично — от новичков до опытных актеров. Чувствуешь их боль и сопереживаешь, когда нужно. Весь каст отработал на ура. Хронометраж чуть больше 50 минут, но время пролетело незаметно. Думаю, все из-за сильного сюжета. Неделя до второй серии не терпится узнать, что будет дальше. Вот такое объяснение концовки первой серии второго сезона «Починка».